В эфире обзор прессы на Первом деловом. В понедельник 10 июня в популярных украинских изданиях читайте о таком. Стремление расширить потенциальные рынки сбыта в условиях экономического спада заставляет украинские власти разыгрывать сложные дипломатические комбинации, преподносящие все новые сюрпризы Москве, Брюсселю и Вашингтону. Очередным таким шагом стало подписание 31 мая в Минске премьер-министром Николаем Азаровым и главой Евроазийской экономической комиссии Виктором Христенко меморандума об углублении взаимодействия. Теперь официальный представитель от Киева будет присутствовать на заседаниях этой организации. Статус наблюдателя Украина получит лишь в Евроазийской экономической комиссии. Это исполнительный орган таможенного союза с 2015 года. В нынешней организации такой формы партнерства нет. Подробнее эксперт. Еще в 1980-х исследователи сомневались в практической ценности пользовательского интерфейса. Что может дать красивая картинка, например, сложно организованным базам данным? Стоит ли разработка графического интерфейса потраченных средств и усилий? Сомнения стали развеиваться после появления манипулятора мыши, операционных систем Mac и Windows. Продолжение темы в издании Компаньон. Второе июня стало главной датой для украинского местного самоуправления за весь текущий год. Во-первых, на территории 117 сел-поселков в 25 регионах страны состоялись внеочередные выборы, на которых выбрали 102 сельских, 9 поселковых и 6 городских голов. А во-вторых, именно 2 июня закончилась каденция столичной власти, избранной в 2008 году. Но несмотря на потерю Киевсовета своей легитимности, власть откровенно сорвала выборы в этот представительский орган. Больше в издании комментарии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова